Как говорят даже некоторые в импотенции, истинно, в этом философский смысл, если таки говорят, но это неправда. Артур Александрович Вальвачев, кандидат медицинских наук, врач-уролог-андролог, врач ультразвуковой диагностики. Для начала нам нужно разобраться, что такое эректильная дисфункция, потому что многие путают. Один раз, два раза где-то не получилось, как говорят, осечка. Ну, что такое эректильная дисфункция или импотенция по-старому? Ну, импотенция слово убрали из терминологии, потому что уничижительно звучит для мужчины. Эректильная дисфункция – это неспособность проводить и поддерживать половой контакт с женщиной. Ну, у кого-то женщины, у кого-то не женщины. Этот контакт должен был закончиться эякуляцией, то есть всеми извержениями. Это я по-простому говорю. Запятая все эти симптомы, наблюдаться должны не менее чем 3 месяца и более. То есть, если 2,5 месяца нет нормальной эректильной функции, что? Деюре, получается, это не эректильная дисфункция, а что осечки? Ну, знаете ли, 2,5 месяца осечек – это очень много. Явно это также можно приравнивать к эректильной дисфункции по-старому и по-тенциям. Поэтому даже если месяц нет нормальной половой жизни, да, даже, так сказать, 2 недели, это уже некие, как говорят сейчас, звоночки. Ну, тут уже на звоночек слабо похоже. Уже лучше пойти, обратиться к специалисту или онлайн проконсультироваться заранее. Вопрос. Кто находится в зоне риска? Один из самых таких распространенных. Ответ очевиден. В зоне риска те, кто ведет неправильный образ жизни. А курение, например, мы можем отнести к неправильному образу жизни. Мой порог в клинике. Из 10 пациентов, если взять, 8 из них именно курильщики с данным диагнозом – эректильная дисфункция. Далее, конечно же, ожирение. А что такое ожирение? Ожирение, прежде всего, для мужчины – это сложность для функционированной сердечно-сосудистой системы. Вы представляете, как через жир пропустить, а каждая клеточка должна кровоснабжаться, иначе будет некроз. Ведь сердце, которое вот с кулачок всего, представьте, оно качает кровь по всем этим клеточкам, по всем этим капиллярчикам, и ему тяжело. И, конечно, крови просто чисто физически не хватает для полового органа, для нормального давления. Потому что эрекция – это именно сосудистый процесс, это не мышечный процесс. Что раз, мышца сократилась, как бицепс, и встанет. Также излишняя, избыточная жировая масса, она влияет на гормональный фон. Сколько таких мужчин, у которых низкий тестостерон ввиду того, что он ароматизируется в эстрадиол, например. То есть, у мужчины изначально вырабатывается уровень тестостерона нормальный. Но под воздействием жира он переводится в женский гормон. На третьем месте именно проблемы во взаимоотношениях в том числе. Есть хорошая поговорка, немножко видоизменить, правда, ее нужно. Она не захочет, и он не вскочит. Так же, как наоборот. Это все очень важно. И даже одно небрежное слово, небрежный взгляд, голос повысило. Для многих это будет уже все. С чего начать? Самое главное начать с обследования такого мужчины. Это, конечно, прежде всего эндокринная область. Это половые гормоны. И не только половые гормоны. Это еще и углеводный обмен. Самое простое – сдать кровь на глюкозу с утра. Только не делайте ошибку, не передерживайте. 6-7 часов голода достаточно. Некоторые по 14-15 часов не едят. Идут, сдают кровь. Глюкоза чуть повышена. Значит, дальше. Щитовидная железа. Очень важно. Туда же входит и проверка кровотока методом ультразвуковой диагностики. Это называется доплерография полового члена. И после этого делается вывод. Или резюмируется. Вам нужно то-то, то-то, то-то. А уже дальше, если все по органике хорошо, тут психотерапевт. Наша задача – это самое вот прям вот это идеальное. На первый месяц-два дается лекарство. Мы его компенсируем по гормонам где-то, чего-то как-то там выравниваем, да, если есть нарушение. Если это предиабет или диабет, не дай бог, то компенсируется. И в этом смысле определенная жировая масса уходит, мышечная масса где-то как-то это. Вот. Посещает зал, более такой энергичный становится. Где-то с женой даже, наверное, приходится поговорить. Я говорю, приводите на прием супругу. И объясняю вот это вот из первых рук. Иметь в виду, если вы идете к специалисту по нарушению потенции, и вам говорят, так, сейчас предсцательную железу проверим, сто процентов могу сказать, все, можно остановиться. Подтверждением моих слов в любую клиническую рекомендацию, хоть европейскую, хоть американскую, хоть российскую, открыть, они все примерно одинаково перепечатываются. То есть, гормоны, сосуды полового члена, это самое основное, липидограмма, углеводный обмен, вот все, и психологически. Все. Ох, радости! Полные штаны. По поводу алкоголя. Все дело в том, что действительно, алкоголь растормаживает лобную долю. То есть, если мужчина, например, был в неком смысле такой застенчивый, он раскрывается, море по колено. Поначалу, когда вот идет алкогольное пьянение, идет расширение сосудов. Кровоток даже улучшается в неком смысле. Это отрицательно вот в тот момент на эректильную функцию не сказывается абсолютно. Ближе к утру, или когда он там лег, если утром лег, вечером, у него поднимается давление артериальное, потому что идет потом резкое сужение сосудов. То есть, токсическое влияние ацетальдегида. Гипертонические кризы. Когда повышается под 180, там давление под 100. Это именно на фоне. И если это часто, это постоянно спазм, это постоянно интоксикация организма, в итоге, это негативно сказывается на половых гормонах, это влечет негативное влияние на сосуды, в том числе полового органа, потому что, вы же представьте, если даже периферические сосуды тела крупные достаточно, спазмируются, и давление повышается, из-за этого же, из-за спазма, то в половом органе сосуды миллиметровые, а в состоянии эрекции полтора миллиметра всего, кавернозные, ну, два миллиметра максимум. И когда там спазм, даже тот вот незначительный, как бы показалось, конечно, будет влиять негативно на эректильную функцию. Но есть один момент. Вот некоторые замечают, что с похмелья иногда с утра, иногда с утра бывает эрекция стойкая. Вот такой нонсенс иногда бывает. Ну, как кто-то говорит, организм собрался умирать и хочет на размножение срочно подать. Ну, это, конечно, смешно, но в этом есть некий элемент даже того, что еще не так все плохо. Но это закончится рано или поздно. По поводу того, что если мужчина идет в аптеку и говорит фармацевту, тетя или дядя фармацевт, дайте-ка мне какое-нибудь лекарство от слабости. Добродушные, желающие, понятно чего, фармацевты, конечно же, подскажут. Ту же вякру давай. Ну, все знают с 93-го года. Вот. Но я вам так скажу. Во-первых, есть препараты гораздо более эффективные сейчас уже последних поколений, чем та же Виагра, которая имеет, ну, скажем так, честно, давайте признаемся, она не каждому подойдет. Препарат сосудистый, на секундочку. А иногда может быть влияние и на артериальное давление. У кого-то понижает, в основном понижает, а у кого-то может и повысить. Может влиять на цветовосприятие, головные боли, приливы иногда дает. И, кстати, ведь это, как я уже говорил, именно сосудистый препарат. И его назначение в том числе должно иметь показания. Это именно сосудистые нарушения в половом тюлене. Если сосудистый компонент не нарушен, то тогда эти препараты могут и не дать должного эффекта. И человек подумает, ох, как же так, даже Агро не дает эффекта. Ну, все. Какой этаж. Это будет ошибкой. Потому что у него может быть вообще по гормонам такой дисбаланс, что там надо вот чуть-чуть только поправить по гормонам. Только вопрос, сколько это будет длиться. Иногда какого-то однократного хватает. Иногда нужно на более длительный срок коррекцию проводить. Все ректильные нарушения иногда являются а то и чаще первым звоночком. Вот оно и является первым звоночком какого-то серьезного системного заболевания, которое вот-вот зреет либо вот уже произойдет когда-то в ближайшее время. Некоторые давления 200. он говорит, не чувствую, все хорошо. До инсульта доходятся. А эректильная дисфункция как первый звоночек перед инфарктом или инсультом, то есть нарушение либо коронарного кровотока скоро будет. Потому что в половом члене сосуды, я уже говорил, полтора-два миллиметра. А коронарная артерия в три-четыре раза толще. и что произойдет, где быстрее обычно произойдет нарушение функции. Там, где тоньше, там и рвется. Эректильная функция это качество жизни. А вот если произойдет нарушение коронарного кровообращения, кровотока или мозгового кровообращения, это уже может ударить по продолжительности жизни. Просто человек может умирить или стать инвалидом. И поэтому мы и рассматриваем уже лет наверное тут последних пятнадцать точно эректильную дисфункцию как предиктор, предвестник очень серьезного заболевания системного, которое либо уже есть, либо оно только когда-то будет. И еще есть время остановиться на уровне качества жизни, порешав этот вопрос, и потом не дойдет дело до того, что потом просто жизнь возьмет и схлопнется как карточный домик не обвалится. Вот так. Ну, можно опять шуточно начать отвечать. Это не стареть. Но в этой шутке есть доля правды. Понятно, что биологический возраст не остановишь, но можно заниматься собой. Можно очень хорошо собой заниматься и где-то какой-то витаминчик попить. Где-то то на природу подышал. Второе, как бы нам не хотелось это все-таки выбросить, это очень сложно иногда. Я это сам знаю, как в бывшем курильщик со стажем. Профилактика, она заключается именно в том, чтобы как можно меньше воздействовать на сосуды. А это применительно в принципе как для любого другого заболевания. А как избежать инсульта? Смотреть вовремя, не упустить, например, сахарный диабет и сразу предпринять меры. Уровень липидов в крови, чтобы не упустить потом инфаркт или еще что-то подобное, который, конечно, как правило, сначала отразится на функции половой. Вот, поэтому заниматься физическим спортом, насколько это возможно, ну, хотя бы просто ходить 10 тысяч шагов в день и не переедать. Потому что любая система в организме, она схожа на самом деле. Нет, вот только эректильная функция, это нечто особенное. Нет. Дружите с тем, с кем приятно, разговаривайте с тем, с кем нравится. Не надо усугублять отношения. Потому что это все спазм, стресс, дистресс. Пошло, поехало.